Весна на носу. А вы еще в зимнем. Скорее в эконом-мир. Эконом-мир. Как с картинки. Весенние новинки. Студенческая хоккейная лига Сибирского федерального округа подвела итоги первого открытого регионального чемпионата, в котором участвовали команды, представлявшие вузы Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Томска, Северска и Новокузнецка. В состав команды нашего города вошли студенты трех вузов. СибГУ, КУСГТУ и НФИ КемГУ. Практически все игроки являются воспитанниками Новокузнецкой школы хоккея. Причем некоторые из них еще недавно выступали за кузнецких медведей. Сегодня игроки и тренеры были награждены серебряными медалями. Студенты Металлурга заняли второе место, оставшись от Новосибирского государственного аграрного университета на 4 очка. В 24 матчах новокузнечане одержали 15 побед при соотношении шайб 124 к 91. Какие впечатления у вас от этого турнира? Какие эмоции от сегодняшнего награждения? Насколько все удачно прошло? Все удачно произошло. Награждение шикарное. Спасибо большое ректорам, всех институтам, студентам за хорошую игру. Спасибо спорткомитету за организацию этого турнира. Спасибо хоккейному клубу в лице Роккеля Владимира Роккеля за помощь. Помощь была очень большой. Ну и еще раз спасибо студентам, которые и успевают и учиться, и защищать честь нашего города. Как думаете, шансы первое место занять были? В этом году, пожалуй, нет. Потому что провалили полностью первый круг. После первого круга мы занимали аж пятое место. И только отдохнув в январе, потренировавшись, все хоккеисты задышали, заиграли. И уже второй круг мы прошли почти без... Мы потерпели только поражение Прокопьевски. За счет этого мы вышли на второй третий. Наверное, там большой вклад и Сергей Костенко внес в достижение такого результата. Конечно. Когда создавалась команда студенческая, у нас вообще вратарей не было. Да хорошо, мы выпускника СИБГИУ, вот уже он в этом году у нас закончил, Богачанов Артем. Мы его, так сказать, уговорили играть. И во втором круге к нам присоединился студент КУСГПА Костенко Сергей. И тогда они уже вместе с Артемом начали играть игры пополам. Поэтому, конечно, большая помощь. Ну, вот на будущий чемпионат, наверняка, уже подготовка будет более серьезная. Какой на будущем году? Что планируете? Да, на следующий год, конечно. В этом-то году нас поставили перед фактом, за неделю до чемпионата мы только собрались. Без тренировочного процесса, без летней подготовки. Мы с листа играли. В этом году, конечно, у нас планы летняя подготовка, катание, учебно-тренировочный процесс до чемпионата. Где-то в неделе две-три мы будем заниматься на земле. С месяца-полтора будем в рядовая подготовка. И уже приступаем к чемпионату. Ну и задачи, соответственно? Задачи должны ставить перед нами руководители. А вы сами для себя что будете ставить? А мы всегда ставим себе задачи выиграть. На каждую игру мы ставим задачи своим студентам выиграть. Но не всегда получается. Паша, как у вас лично впечатления от турнира? Заняли второе место. Вы довольны этим результатом? Или все-таки расстроены, что не первое? Ну, в принципе, первое место – это всегда приятно. Но второе – это значит, что еще есть над чем работать. То есть останавливаться никогда нельзя. В следующем сезоне мы сделали выводы. И постараемся наладить свою игру. Будем стремиться к лучшему. Кого вперед пропустили в турнирной таблице? И почему это все-таки произошло? Ну, вперед пропустили новосибирскую команду. Произошло это, наверное, потому что недостаточной подготовки было. Старт произошел очень резкий. Мы еще не успели опомниться. И первые четыре игры вообще провалили. Только потом начали очки набирать. Во втором туре, во втором круге, точнее, мы уже пытались выровнять. Но игр не хватило, чтобы догнать по очкам. Что касается уровня этого турнира, насколько он серьезен? И можно ли проводить какие-то параллели? Может быть, с МХЛ, хотя бы со второй группой МХЛ? По уровню что-то есть одинаковое? Или это совершенно другой турнир? Ну, как-то сравнивать. Да, что-то есть из МХЛ, что-то нет из МХЛ. А возрастная категория, она такая же идет. То есть, нет ограничений таких. Там с 89-го и по 94-й год, 95-й год. В МХЛ точно так же. Но я считаю, что СХЛ немного послабее. Кого из ребят можете отметить в составе своей команды, которая вот такие уже достаточно известные, может быть, ну, кузнецким любителем хоккея поигравших, кто был лидером коллектива? Ну, это, естественно, это парни, которые уже и в Медведях играли. В ЗУ, в Наместников. Они выделялись, где-то вели, может быть, команду. В общем, парни молодцы. КОНЕЦ